Кризис существенно изменил спрос на детские товары в России. Есть разные оценки на эту тему. От оценок того, что он упал, до оценок того, что даже в рублях он немножко подрос. Это вопрос инфляции и существенной инфляции, которая была в 2009 году, поэтому надо договориться, каким образом считать. Но наши оценки, что он несущественно изменился в 2009 году, в 2008 году, если уже говорить о кризисных годах, что касается самой сети «Детский мир», то наши финансовые результаты, выручка в рублях упала порядка на 7%, в долларах упала существеннее на 27%. Это, как я уже сказал, основной вопрос курса. Надо смотреть на структуру спроса и понимать, что дети – это достаточно социально защищенный сегмент, поэтому спрос оказался достаточно хорошим, и большого изменения в рынке не произошло. Сейчас то, что мы видим, это то, что, во-первых, растет спрос существенно, и растет средний чек. В этом году по итогам первого полугодия у нас, он зависит от месяца, рос от 12 до 17% like for like. В этом, конечно, есть инфляционная составляющая, поэтому это нечистый рост, но все равно это достаточно хороший показатель того, что спрос восстанавливается, и люди начинают покупать более дорогие товары. Но вторая тенденция, которую мы видим, что, конечно, он еще по структуре далеко не вернулся на тот спрос, который был в 2008 году до кризиса, и мы думаем, что еще достаточно долго не вернется. Мы считаем, что люди переоценили в каком-то смысле ценности и поняли, что качественные товары бывают и более дешевыми, и ищут более дешевые товары с тем же качеством. И мы стараемся быть в этой тенденции и формировать структуру своего предложения таким образом, чтобы она соответствовала уже изменившемуся типологическому поведению покупателя. Продолжение следует...